Он отвратителен, это что-то среднее между человекоподобным крабом и Нео из Матрицы. Что за жидкий терминатор? И это далеко не все эпитеты, которыми пользователи соцсетей наградили новый памятник Есенину. Скульптуру на днях установили около музея поэта в Москве. И тут же разродился скандал. Многие задумку автора Григория Потоцкого, мягко говоря, не оценили. К слову, подобные истории случались и в нашем городе, а вспомнила их моя коллега Ульяна Ездакова. Ульяна, знаешь, что ты сегодня пообщалась с самим скульптором Потоцким? Как он относится к всему происходящему? Да, мы пообщались с Григорием Викторовичем сегодня по скайпу. К критике он относится спокойно. Памятник Есенину, конечно, выглядит нетрадиционно. Давай посмотрим на экран. Мы видим здесь руки, которые похожи на сломанные крылья. Плюс на шее есть след от удавки. Хочу напомнить, что официальная версия гибели Есенина – это самоубийство, он повесился. Но многие считают, что самоубийство было инсценировано и на самом деле его убили. Кроме того, фигура Есенина неестественно выгнута. Григорий Потоцкий пояснил. Назвал композицию реквием по Есенину «Ангел русской поэзии». Этим хотел показать момент снятия поэта с петли, его страдания и боль, борьбу за жизнь до конца. А еще провести параллель с Иисусом Христом, которого также снимали распятого с креста. Скульптор уверен, боль не бывает красивой, трагедия не бывает фальшивой. А критика должна быть конструктивной. Те, кто пишет гадости в соцсетях, либо узкомысят, либо специально травят скульптора. Те, кто поддерживал ложь, те, кто мучил в свое время Есенина, остались их наследники. Они не хотят, чтобы когда-нибудь была правда о Есении. Они хотят видеть сусального, красивенького. А я сделал экспрессионистического, я передал боль. Ульяна, есть ли те, кому творчество скульптора пришлось по душе? Есть и такие. Наташа Средник, кстати, Кировчанка Вера Вотинцева. Я с ней сегодня тоже пообщалась. Она считает, что мнение общества, конечно, нужно учитывать, но и связывать руки творцу тоже не стоит. Мы не готовы пока это принимать как памятник городской. Но как скульптура она хороша. Потому что поэт здесь, он как бы распят на этих крыльях. Они символизируют дар, божий дар поэту, который одновременно и дар, и проклятие. Ульяна, в Кирове ведь тоже были истории скандальные, связанные с памятниками. Первое, что приходит на ум, это скульптуры детей у перинатального центра. Да, были такие скульптуры. Обрати внимание, вот она на экране. Это скульптура. Девочка держит подсолнух, и рядом мальчик, он сидит на камне. Так вот, в свое время эту скульптуру подарил перинатальному центру Никита Белых. Но памятник так официально не открыли, его по-тихому убрали. Все дело в том, что кировчанам он не понравился. Многие считали его депрессивным, считали, что он символ безысходности. И многие называли его стирольными детьми, помятуя о химическом скандале в перинатальном центре. Яркие эмоции у кировчан в свое время вызвала также инсталляция памятник пропавшим детям рядом с филармонией. Маленькая девочка внутри песочных часов закрывает ладошками лицо. И песок, который, кажется, в любой момент может обрушиться сверху. Композиция напоминает, при пропаже ребенка каждая секунда может стоить жизни. Еще один резонансный случай – памятник семье императора Николая II. По инициативе Вятской епархии его хотели установить на набережной Грина. Но большинство жителей не поддержали выбор местом. Вообще-то даже как бы не символ нашего города и ничего. Я, в общем, не вижу связи. Ну да, проезжал мимо нас они, но немного где проезжать. Жителям города для чего это вообще нужно, да, и уместен ли он тут, потому что никто не знает. Здесь, что находится, типа пересылка, тюрьма, тоже вроде это не место. Здесь не стоит, не знаю. Надо подумать. В общем, Наташа, подумали-подумали и установили все-таки этот памятник на территории Серафимовского собора. Там ему и место считают архитекторы Владимир Бондарев и Клара Коценко. Я сегодня с ними тоже пообщалась. Давай послушаем. Ну, все-таки это хорошо, что он поставлен на территории епархии. Там, где люди поклоняются именно, они просто проходят с неудовольствием. Производит такое впечатление, ну, благодарности, что ли. Все мы проклинали, все проклинали царствующих. Цари правили, цари сотворяли государство, вместе организовали жизнь народа. Кстати, на вопрос, что они думают о работах своих коллег, семейная чета мне в один голос заявила. В творческой среде критиковать не принято. Здесь либо хорошо, либо никак. И возвращаясь к Григорию Потоцкому, скажу. Скоро в Нью-Йорке открывается композиция «Дуванчик». Его авторство «Символ радости», «Символ доброты» актуально в наше время. Ну, не могу не согласиться. Спасибо, Ульяна. Спасибо.